День памяти и скорби Давайте вспомним историю, как немцы появились в России. — То есть достаточно многих уже было. А количество вообще известно? Сколько жили в этой республике? — Ну, посчитать легко. Немцы составляли порядка 60% в этой республике. И практически все они 28 августа были подвергнуты депортации. Высланы. Выслалось 446 тысяч. — 446 тысяч? — Да. Республика ликвидировалась. Люди высылались в Сибирь и Казахстан. — А что же произошло? То есть первоначально немцы приезжали к нам в Россию как специалисты. Мы помним историю Петра Первого, Петра Великого. Сколько ему помогали, сколько у него было сторонников из выходцев голландцев, русских немцев и так далее. — Да. И вдруг проходит какое-то время, начинается война. Каким образом? Почему немцы вдруг оказались в немилости у Сталина и у успешников? — То, что они были, что называется, без вины виноваты, это да. Я думаю, что Сталин в силу, наверное, привычек диктатора, он просто перестраховался. Перестраховался и решил выслать, что называется, замажай. — Получается, каких-то причин конкретных не было? Не было предательства, не было опасности? Некоторые народы высылались, потому что была опасность, что они могли поддержать Гитлера. И такая была на самом деле ситуация. А здесь что? — На тот момент многие советские, как тогда говорили советские немцы, воевали мужчины в рядах Красной Армии. Их воевали они достойно. Их тоже отзывали из армии, также депортировали в Сибирь вслед за их семьями. — Только принадлежности к нации, получается? — Да, фактически вся вина была в том, что они были немцами по крови. Хотя они были советские граждане, но за это им приходилось расплачивать. — Как это происходило? В Сибири, Казахстан, вы говорите, в первую очередь отправили. Все 400 тысяч человек? — 450-60 тысяч. — Это огромное количество эшелонов. Как их здесь размещали? Как вообще судьба сложилась? — В чём ещё может быть безумность эта акция? Потому что отвлекались войска, которых ввели в республику немцев по Волжи при её ликвидации, потому что боялись, что люди будут протестовать. Отвлекались эшелоны, которые нужны были для фронта. Дороги были забитые все, поэтому эшелоны двигались медленно. Кто-то два месяца до Сибири добирался, кто-то больше. Фактически все сюда уже попали поздней осенью, распределялись по колхозам, это был первый этап депортации, а уже с 1942 года люди из колхозов, кто был старше 15-16 лет, и мужчины, и женщины, они отправлялись в так называемую трудармию за колючую проволоку. Исключение делалось для уже, скажем, людей совсем пожилых и для матерей, у кого были дети на руках до трёх лет. У кого дети были старше трёх лет, те тоже отправлялись на лесоповал. А трудармия – это что такое? Давайте напомним. У нас на Алтайе тоже было, да? Фактически это концлагерь классический, с вышками, бараками, колючей проволокой, охранниками. Наверное, название трудармия было придумано так, чтобы как-то скрасить их пребывание. На военном положении люди работали… В основном трудармия – это были либо шахты, либо лесоповал. Ну, иногда ещё привлекались для строительства крупных заводов. В Алтайском крае они работали на Михайловском содовом заводе, в Барнауле – на вагоноремонтном заводе. Трудармейцы работали, работали на Рубцовском тракторном. Вот на таких больших производствах. Ну, а здесь как их размещали? Они в палатках жили, в землянках, либо их подселяли кому-то? Это большое количество. Вот на Алтай сколько конкретно? На Алтай? Известна цифра? Убивалось изначально порядка 90 тысяч человек, 90 с лишним. Из них 35 тысяч в 1942 году забрали в трудармию. В трудармию, как люди надеялись, что будет победа. Они ковали эту победу в тылу своим непосильным трудом. И в дальнейшем их освободят. Потому что, как они сами говорили, мы завидовали уголовникам. Почему? Потому что уголовники знали, за что сидят. Российские немцы не знали, за что их загнали за колючую проволоку. Уголовники знали, когда у них срок закончится. Российские немцы не знали, когда их освободят. Но надеялись, что в конце войны наступил 45-й год, никого домой не освободили. Фактически трудармия для них закончилась в 47-м году. Для многих они вышли из-за колючей проволоки. Некоторые работали до 53-го года, до смерти Сталина. А как в дальнейшем сложилась судьба? Они опять вернулись на Поволжье или многие здесь остались, на Алтае? После возвращения из трудармия со всех брали подписки, что они не имеют права возвращаться в места бывшего проживания. Никому на родину вернуться не дали, к родным домам. Все это имущество было конфисковано. Их просто поселили. Они здесь были на спецпоселении в Сибири. То есть выезжать отсюда было нельзя. Это была за это уголовная ответственность. Каждый месяц они ходили отмечаться в спецкомендатуру, чтобы это место не покидали. Но вот так практически продолжалось до 56-го года. В 56-м году российским немцам, советским немцам разрешили переселяться в города. Тогда вот кто-то из них уже мог пойти продолжить учебу, кто-то находил работу в городе. Вот так они появились в Барнауле. Но не было никакого-то ограничения на профессию, на образование? – Было. Советские немцы не принимали работать в силовые ведомства, в милицию. Не поощрялось, чтобы они занимались юриспруденцией. В основном вся дорога была либо сельхозяйственный вуз, либо строительный техникум. Вот, собственно, откуда большинство российских немцев традиционно продолжает заниматься сельским хозяйством и строительством, где их всегда было больше. – На Алтае немцы появились, конечно, гораздо раньше, да? Тоже было несколько переселений сюда? – Да, фактически три волны. Это первые демидовские немцы, которых приглашал Демидов, потом Елизавета Петровна. Кто, собственно, создавал вот эту славу сереброплавильного производства на Алтае, начиная с Андрея Сабейера, Эгана Леубы, начальника Зминогорского рудника и так далее. Вторая волна – это были столыпинские немцы, потому что на начало XX века на Волге уже земли не хватало, немцы расплодились, и столыпин предложил им занять пустующие земли вот в сторону Славгорода. Они переселялись, переселение шло до Первой мировой войны, до 1914 года, потом это переселение тоже прекратили, и вот уже третья волна – это депортация. – В третью волну какие-то известные люди, скажем так, появились, может, были депортированы, кого, может быть, мы знаем? – Попадали все, потому что сама вот эта автономная республика немцев по Волжье, там была своя интеллигенция национальная, там были институты, была своя профессура, вот всех их высылали в деревню, на шахты, и вот так на Алтае оказались многие писатели – Шпар, Больгер, Классин, Котценштейн, и они даже образовали такую своеобразную секцию в составе Союза писателей Алтая. В 1955-1956 году они начали издавать газету «Арбайт» в городе Барнауле на немецком языке, она, правда, недолго просуществовала, в 1957 году ее уже закрыли, но это была фактически всесоюзная газета. Почему издавалась здесь, в Барнауле? Потому что в Алтайском крае больше всего было немцев депортировано. Потом уже была открыта в Москве газета «Нойс Лебен», и тогда «Арбайт» закрыли, но в Славгородском районе там появилась другая газета «Ротефаны», которую мы потом знаем как «Цай Тунгфюрдих». Ну и вот люди как-то старались хотя бы понемножку, но там публиковаться, как-то пытаться возрождать свою культуру национальную. Ну, собственно, наверное, поэтому газету «Арбайт» в свое время и закрыли, потому что там такие вопросы обсуждались, а советская власть, она не хотела такой самоорганизации. Каким-то образом память чтят тех людей, которые были сюда, вот депортированы у нас на Алтае? Ну, фактически это же прошло через каждую семью. То есть, наверное, ну, очень мало семей российских немцев, кого не коснулось депортации. Это вот может быть за исключением вот тех немцев, которые приехали сюда еще до революции и жили в Славгородском районе. Все остальные так или иначе у кого-то дедушки, бабушки, у кого-то родители погибли в трудармии, кто-то вот умер здесь уже от непосильного труда. И да, это практически в каждой семье вспоминается. Почему надо вспоминать? Ну, не потому что там, не знаю, там кто-то, не знаю, там переживает или как-то там… Ну, это больше память, которая, ну, должна с нами остаться, чтобы знали наши дети, чтобы это больше никогда не повторилось. Александр, большое спасибо вам за содержательную беседу. Удачи, до новых встреч. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был епископ лютеранской церкви Александр Франц. Спасибо за внимание, до встречи.